Добрый день! Сегодня мы расскажем вам о том, что важно знать при выборе газового проточного водонагревателя. Перед тем, как переходить к выбору газовой колонки, необходимо убедиться, предусмотрено ли проектом подключение водонагревателя в вашем доме, то есть имеются ли отдельные дымоходные шахты для водонагревателя, потому что при их отсутствии запрещено устанавливать газовый водонагреватель по требованиям безопасности. Итак, чтобы выбрать газовую колонку, необходимо разобраться в ее характеристиках и в том, на что они влияют. Давайте рассмотрим основные отличительные параметры газовых водонагревателей. Мощность водонагревателя – это основной параметр, от которого зависит количество воды, нагреваемой в минуту. Измеряется в киловаттах, зная мощность водонагревателя, несложно рассчитать его практическую эффективность в литрах нагреваемой воды. Мощность делим пополам и получаем примерное количество воды, нагреваемой на 25 градусов Цельсия. Например, если мощность 22 киловатта, то эффективность, согласно расчету, составляет 11 литров в минуту. Расход горячей воды – это вторая важная характеристика колонки, которая следует из предыдущего пункта, то есть это само количество воды, нагреваемой до 25 градусов Цельсия в минуту. В зависимости от предыдущей характеристики определяется возможное количество точек водоразбора, то есть точек, обеспечивающих одновременную подачу горячей воды. Реальный проток обычно не превышает 6 литров воды в минуту, это количество воды принято считать за расход одной точки водоразбора. Например, при расходе 10 литров воды в минуту водонагреватели способен обеспечить две точки водоразбора летом и одну зимой. При расходе 13 литров воды в минуту две точки водоразбора круглый год. Этот параметр является усредненным, так как расход воды может быть как больше расчетного показателя, так и меньше. Следующий параметр – это тип используемого газа. Газ делится на природные и сжиженные в баллонах. Например, если в кафе отсутствует подключение к централизованному газоснабжению, то вам нужно выбирать колонку с возможностью работы на сжиженном газе в баллонах. Виды розжига. Электронный и пьезорозжиг. В колонках с пьезорозжигом подготовка к запуску основной горелки производится пользователям вручную при нажатии специальной кнопки с пьезоэлементом, воспламеняющей посредством искрового разряда так называемую пилотную или запальную горелку. В газовых колонках с электрическим розжигом запуск производится автоматически при включении крана с горячей водой при помощи электрической искры. Искру дает энергия от дополнительного источника питания, например, батарейки. Выключение горелки происходит при закрытии крана. Таким образом, электронный розжиг снижает расход газа. Диаметр дымохода водонагревателя. У каждой модели он различается. При выборе колонки необходимо учитывать, что диаметр дымохода водонагревателя не должен быть больше диаметра входного отверстия или самого дымохода, встроенного в здание. То есть по ходу движения отработанных газов увеличение диаметра труб допускается, а уменьшения нет. Также запрещается использовать не сертифицированные пластиковые или гофрированные воздуховоды для отведения продуктов в загорание, так как средняя температура отходящих газов более 100 градусов Цельсия. Типы теплообменник. Тут очень важен металл, из которого он сделан. Все теплообменники сделаны из меди, но при этом часть производителей использует некачественную медь с добавлением примесей других металлов и веществ, например, с покрытием сплава свинца. Медный теплообменник из качественной меди безопасен для здоровья, так как более экологичен и не выбрасывает в атмосферу окислы свинца, оседающие в квартире и вокруг вашего дома, как это происходит со свинцованными теплообменниками, которые применяются в китайских колонках. Тип горелки. Горелка является одним из самых важных компонентов водонагревателя, так как именно от ее конструкции в комплексе системы отведения продуктов сгорания зависит процент выделения вредных газов. Тут скажу, что предпочтение стоит отдавать моделям с европейской конструкцией горелки, так как они отвечают самым высоким требованиям по экологичности и безопасности. Элементы управления на колонке. Кнопочные с поворотными ручками с отображением на цифровом дисплее температуры. Чаще всего это две ручки. Одна управляет количеством газа, поступающего на горелку, а вторая предназначена для изменения протока воды и чувствительности колонки к протоку для включения. Подводя итоги, при выборе колонки я все равно рекомендую проконсультироваться со специалистами. Подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии к видео, и мы будем снимать новые ролики по интересующим вас темам. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!